Привет, друзья! Очень забавные ТВС-наушники Кайну Т9 попали в мои руки, которые сходу можно спутать с каким-то слайдером, который прибыл к нам из далеких шестых-седьмых годов, или с каким-то мощным Powerbank. На самом деле, друзья, все-таки в первую очередь это беспроводные наушники, но во вторую действительно Powerbank, с помощью которого можно заряжать ваших домашних электронных питомцев. Ведь емкость аккумулятора, встроенного в кейс, равна 6500 мАч. Стоит это чудо 39 долларов, и с ним мы сегодня с вами и познакомимся. Приятного просмотра, друзья! Наушники имеют следующие характеристики. Bluetooth 5.0 поддерживается кодеки SBC и AC. Есть функция активного шумоподавления. Есть защита от влаги по стандарту IPX6. Емкость встроенных наушников и аккумуляторов не разглашается, видимо, это стратегическая тайна. Но полного их заряда, по заявлению производителя, должно хватить на 3-3,5 часа проигрывания музыки. А вот полностью заряжаются они за 90 минут. Аккумулятор кейса имеет емкость 6500 мАч, и этого должно хватить на 42 полных цикла зарядки наушников. Заряжается кейс полностью приблизительно за 3-4 часа. Излучатель динамический. На странице товаровым указано, что он еще и ортодинамический. Но верить этому, как и тому, что эти наушники поддерживают IPX, не стоит. Об этом тоже там написано, но опять же, писал это китайский балда и совершенно от балды. Сопротивление 25 Ом. Чувствительность 121 плюс-минус 3 дБ. Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц, 20 кГц. Управление сенсорное. Поставляются наушники в простенькой, но симпатичной коробке из тонкого картона. Внутри которой находилась еще вот такая пластиковая черная подложка, где размещался весь комплект наушников, который состоит из самих наушников с кейсом. Клеенчатого мешочка со шнурками для транспортировки наушников. Пять пар силиконовых сменных амбушюр. USB Type-C кабели для зарядки кейса. И симпатичного мануала с красивыми иллюстрациями на английском языке. Ну а теперь давайте, друзья, оценим сборку, внешний вид кейса и наушников. И действительно, первым делом обращаешь внимание на то, что этот кейс с этой крышкой очень смахивает на телефон слайдер. Сборка неплохая. Крышка изготовлена из полупрозрачного матового пластика, которая, кстати, практически не люфтит ни в открытом, ни в закрытом состоянии. Открывается с таким характерным звуком для слайдеров. Пружинка стоит хорошая. Очень плотно и четко ходит эта крышка по направляющим. Бокс достаточно тяжелый, массивный. Видим, что есть на лицевой стороне дисплей, который отображает реальный уровень зарядки кейса. На одной из торцевых сторон видим USB разъем для подключения к нему каких-либо устройств для осуществления их зарядки. И USB Type-C кабель для зарядки самого кейса. Все, больше здесь никаких элементов нет. Внутри тоже сплошной пластики. Вы знаете, что мне больше всего не понравилось и что больше всего меня раздражает, так как то, что я не всегда с первого раза могу вытащить эти крупные наушники из контейнера, из бокса. Они соскальзывают, несмотря на то, что они рифленые, они соскальзывают. И вытащить их оттуда не так-то просто. Могли бы сделать какую-нибудь, не знаю, больше выемку для хвата. Ну, давайте все-таки их вытащим. Выглядят они симпатично. Вот видите, что выскальзывает. Я представляю, что будет у людей, которые владеют толстыми пальцами. Сами наушники тоже пластиковые. Наружная поверхность глянцевая. Это сенсорная поверхность. Вокруг нее кругом расположен светодиодный LED-индикатор, который меняет свой цвет в зависимости от подключения с красного на синий. Поверхность рифленая. Скорее всего, это и было сделано для того, чтобы извлечь эти наушники легче. Из отсеков. Но, к сожалению, немножко не то. Что-то получилось. Звуководы коротковатые. Толстые, имеют заметный бортик. Сверху прикрытые матерчатой сеткой. Здесь на внутренней стороне расположились две клеммы. Разметка каналов нанесена белой краской. Так что еще есть одно компенсационное отверстие. И здесь сверху видим отверстие микрофона. Я предполагаю, что это отверстие микрофона, но врать не буду. Может быть, это не так. В целом сборка классная. Наушники симпатичные. Выглядят достойно. И придраться мне здесь абсолютно не к чему. Вот еще, блин, видите. Контейнер для наушников тоже пластиковый. Магниты мощные. Некоторые амбушюрки сторонние сюда помещаются. Но не все. Нужно подбирать и выбирать. Ну, вот такая конструкция, друзья. И, честно говоря, она мне нравится. Очень интересная, прикольная. Ее прикольно открывать, закрывать. И пользоваться этими наушниками. Несмотря на свой великий размер, эти наушники достаточно удобны в повседневном использовании. И не вызывают дискомфорта даже у девушек с их небольшими ушами. Наш главный специалист по беспроводным наушникам Наташа оценила удобство этих наушников по 5-бальной шкале на 4 с плюсом. И призналась, что у нее были сомнения по поводу совместимости ее ушей с этими наушниками. Но, как видите, в них не только удобно тренироваться, но и делать важные заметки во время занятий. Схема сопряжения проста, знакома и доступна. Вытащили наушники. Кстати, почти с первого раза получилось. Ждем несколько секунд, пока они соединятся между собой. А после чего уже подключаем их к самому смартфону. Подключаясь к iPhone XS, они используют кодек EAC Xiaomi Mi 5 по умолчанию SBC. Но странно то, что система Android сразу после подключения предупреждает, что можно воспользоваться EAC, но от этого может пострадать качество связи. Тем не менее, связь наушники с источником держат отлично и вполне стабильно работают с ним на удалении до 10-11 метров. Между собой тоже дружат неплохо. И никаких затыков в виде прерываний и заиканий, друзья, я не наблюдал. Слышимость приличная. Громкости при голосовых вызовах хватает с запасом. Чувствительность микрофонов очень неплохая. Со своей основной функцией передавать речь, я считаю, они справляются не просто неплохо, а даже, наверное, показательно для многих более дорогих ТВС-наушников. Голоса звучат чисто и без всяких эффектов в бочке. Запись звука на встроенные микрофоны ТВС-наушников Т9. Ветренную погоду. 1, 2, 3. Проверка связи. 1, 2, 3. Проверка качества звука. Управление осуществляется с помощью сенсорных панелей, расположенных на внешней стороне наушников. Одно прикосновение к одной из сторон – плей-пауза. Двойное – к правой поверхности следующий трек, к левой – предыдущий. Удержание пальца на правой стороне повышает громкость, на левой, естественно, понижает. Причем очень примечательно то, что регулировка происходит очень и очень плавно, без всяких рывков, очень непривычно. Тройное прикосновение к любому из наушников запускает голосового помощника. И, конечно, одним прикосновением во время входящего звонка можно ответить на него и завершить активный разговор. Во время просмотра онлайн-видео, а также при играх, рассинхрон небольшой есть, но он настолько незначительный, что со временем на это перестаешь обращать всякое внимание. Ну и теперь про звук этих ТВС-наушников, который точно, я в этом уверен, покорит басхедов спортсменов и любителей жирного и объемного звука. Низкие частоты подчеркнуты, бас здесь мощный, раскатистый и, наверное, властный. Детализация, конечно, здесь так себе, четкость находится на уверенном среднем уровне, под стать, кстати, своей беспроводной природе, но как бы и другого-то я от этих наушников, признаюсь, не ожидал. Особый драйв, конечно, испытываешь при прослушивании электронной музыки, но и в другой запас хорошего настроения, низкие этих наушников поддерживают на хорошем уровне. Средние находятся, конечно, немного позади доминирующих низких, но примечательно своей массой и снова хорошим объемом, без каких-то лживых попыток показаться особо детальными. Но и в то же время, в зависимости от жанров, с инструментальным разделением здесь, я считаю, полный порядок. Сцена немного больше среднего показательства в ширину и чуть меньше в глубину. Высокие придавлены и ожидаемо упрощены, вследствие воздействия на них кодеков, но воспринимаются логичными, способными и просто приятными. Так что VH-фобы могут выдохнуть. Такой характер звука им обязательно зайдет, хотя врать не буду. Он понравился и мне. Это, наверное, такая, знаете, ну, мне так кажется, немного упрощенная версия звука Inyo Q70, где низких по количеству примерно столько же, но в тех они имеют, конечно, лучшую детализацию и разделение, да и ко всем остальным частотам применимы эти же отличия. Что сказать в завершении, друзья? В целом модель-то получилась очень интересной. За 39 долларов мы получаем нормальный басовитый звук, прикольный дизайн, пауэрбэнк, хорошая связь и очень даже неплохие микрофоны. К минусам отнес бы немного непродуманную конструкцию бокса, благодаря которой не всегда с первого раза быстро получается извлечь эти наушники из отсека. Особенно это, конечно, почувствуют люди с крупными пальцами. Сегодня я изложил свое субъективное впечатление о беспроводных наушниках Т9. И на этом у меня все, друзья. Да, все необходимые ссылки найдете в описании под этим видео. Всем спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok